Всем привет! На самом деле, археология наука крайне интересная. Она позволяет нам вернуть знания о событиях, которые были тысячи лет назад, и узнать еще что-то новое. В период Римской империи война шла не только с другими странами, но и в своих же городах на специально сделанных для этого аренах. Сильные и тренированные люди, которых обучали с детства, дрались не на жизнь, а насмерть с такими же, как и они, людьми, ну или с ужасными дикими животными. Таким образом, очень интересная находка совершена в Йорке на участке, отданном под застройку. Археологи, исследуя этот участок, обнаружили древнеримское кладбище. На нем было похоронено примерно 80 человек. Все, как на подбор, были высокими, крепкого телосложения мужчинами. Происходили они из разных частей Римской империи, в том числе и из Африки. Их кости сохранили следы боевых ранений, и у некоторых были отрублены головы. Эборок – это римское название Йорка. Он был в первых четвертых веках нашей эры одной из главных опорных баз римских войск в Британии. Там стояли сначала девятый испанский, а затем шестой победоносный легион. Эти легионы охраняли покои северной окраины Римской империи. В 2010 году ученые объявили, что последующие исследования заставили их пересмотреть свой взгляд на Йоршевское кладбище. Тщательное изучение повреждений костей одного из погребенного убедило специалистов в том, что это не были следы обычных боевых ранений. Все указывало на то, что он был покусан каким-то крупным хищником, львом, тигром, ну или медведем. Это свидетельствовало о том, что он мог быть гладиатором, который сражался на арене на потеху публике. Рядом был найден череп со следами от удара молота. Молот был для римлян экзотическим оружием, и вполне вероятно, что он применялся исключительно в гладиаторских боях. Так, одни останки свидетельствовали о том, что люди были убиты большим хищником. На других же костях обнаружены следы оружия. У многих можно найти характерные отметины, которые свидетельствуют о режимах жесткой тренировки. Как правило, они были выше среднего роста. Все эти факты укладываются в гладиаторскую теорию, а также многие из костей несут на себе следы значительного мышечного напряжения. Все эти мужчины были похоронены с некоторыми почестями. 14 из них были преданы земле вместе с предметами обихода, которые должны были сопровождать их в иной мир. Дорогие друзья, может быть у вас есть какая-то другая версия, кому еще помимо гладиаторов могли принадлежать эти кости? Недавно было обнародовано содержимое найденной капсулы времени Жюля Верна. Группа археологов и исследователей творчества наследия Жюля Верна обнаружила во французских пиренеях металлический ящик 19 века, который, по их мнению, принадлежал великому писателю. Я напомню, что сделать эту находку помог лично всемирно известный автор, оставивший по сказке потомкам. Команда провела кропотливую работу по изучению произведений Жюля Верна, документов и картин, находившихся в музее писателя, а также детальный анализ места расположения и дизайн самого надгробия могилы Жюля Верна во французском Амьене. Есть мнение, что и само место погребения и вид надгробия, вплоть до мельчайших деталей, были завещаны писателем. Это и позволило разгадать квест, оставленный после себя выдающимся французом. Мы измерили все точки и области в скульптуре Жюля Верна, а также выявили взаимосвязь с остальными элементами в гробнице и обнаружили определенную математическую закономерность. Она была похожа на координаты, высоту и широту. Затем, используя беспилотные летательные аппараты и георадарные устройства, и был найден зарытый в землю этот металлический ящик. Тогда предварительный рентген его оболочки приоткрыл завесу тайны и выявил наличие внутри документов, книг и различных предметов из металла. Археологи также обнаружили гравюры на внешней стороне ящика. Они были едва различимыми из-за окисления металла. Это сенсационное открытие произвело поистине фурор не только среди поклонников творчества Жюля Верна, но и в научных кругах. И вот, наконец-то, специалисты раскрыли содержание загадочной находки. Сначала, чтобы не разрушать старинный замок, исследователи попытались с помощью гибкой камеры зонда получить доступ к содержимому запертого ящика с его боковой стороны. Однако все попытки оказались тщетны, и им в конечном итоге пришлось взломать замок. Как видно, внутри находилось множество различных предметов. Некоторые из них были выполнены из металла. Там был телескоп, треугольник, средневековая монета, простое кольцо, ожерелье и ключ. Все они были найдены в состоянии сильного окисления. Среди других извлеченных предметов были книга, которая относилась к договору о добыче полезных ископаемых, которая также содержала несколько алхимических ссылок. Также была кожаная папка с документами внутри. Карта Европы с заметными знаками на пелопонезских регионах и документы о фазах Луны. Кроме того, в ящике был найден экземпляр Нью-Йоркской газеты 1890 года. Там была статья американской журналистки и писательницы Нелли Блай, которая, вдохновленная романом Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», совершила кругосветное путешествие ровно за 72 дня, 6 часов и 10 минут. Примечательно, что Блай в ходе кругосветного путешествия специально отклонилась от своего маршрута, чтобы взять во Франции интервью у самого Жюля Верна. Как сообщает Википедия, когда отважная девушка достигла своей цели, сам писатель отправил телеграмму в редакцию Нью-Йорк-Ворлд. Он писал следующее. «Я нисколько не сомневался в успехе Нелли Блай. Она показала свое упорство. В настоящее время специалисты продолжают исследовать и сканировать каждый из найденных предметов. В дальнейшем будет опубликован подробный отчет с результатами и выводами». У берегов Японии были найдены корабли монголов флота Хана Хубилая. В 1274 и 1281 годах Хан Хубилай, внук Чингиза, предпринял две попытки захвата японских островов, сумев сформировать впечатляющие армии вторжения. Около 23 тысяч при первом вторжении и около 144 тысяч солдат при втором. Но оба раза монголам, что называется, не повезло. Тайфуны уничтожили оба флота. Они спасли Японию и получили имя собственное, известное всем сегодня Камикадзе. Поиски следов, указывающих на события, связанные со вторым вторжением, начались довольно поздно, в 1980 году. Но они были не на пустом месте. Местные рыбаки сразу показали археологам мелкие артефакты, которые иногда вытаскивали их сети. По ним уже можно говорить, что на дне гарантированно лежат погибшие корабли. Обследование акватории гидролокатором показало, что в воде находятся многочисленные предметы явно искусственного происхождения. А отправленные для их изучения водолазы подняли на поверхность оружие, каменные снаряды для катапульт, наконечники копии, ручные мельницы для измельчения риса. Хотя они могли использоваться и для приготовления пороха. Также были найдены каменные якоря, от которых еще тянулись в сторону обрывки цепей. А вскоре был найден и главный артефакт – затонувший корабль, который благодаря почти полтора метрам ила и 12 метрам воды над ним прекрасно сохранился. Размеры корабля впечатляли, он был больше 70 метров в длину. Анализ дерева и гранита, использованных в якоре, показали, что они происходят из китайской провинции Фудзянь. Именно оттуда в 1281 году стартовал гигантский флот вторжения. Также впечатляли находки на его борту. Сотни артефактов от оружия, сабли, мечи, стрелы, остатки доспехов, шлемы и тому подобное. А также провизии и личных вещей. Небольшая чаша, на которой было написано имя ее владельца, командира Вэна. А также были найдены останки команды. Только остатков клинкового оружия было найдено около 80 единиц. Особенно интересны были остатки доспеха из кожи, покрашенной в красный цвет. Их удалось сохранить. Этот доспех состоял из трехслойных кусочков кожи. Он имел в длину около 75 сантиметров и весил около 7 килограмм. Также были обнаружены наконечники стрел, которые хранились то ли в связке, то ли в колчане. Но самой сенсационной находкой было обнаружение керамических бомб, которых было поднято целых 6. До этого момента ученые сомневались в их бытовании в тот период. А известный японский рисунок, на котором одна из таких бомб взрывается во время боя самураев с монголами, считается более поздней дорисовкой. Более того, когда специалисты обследовали две неповрежденные бомбы рентгеновскими лучами, они обнаружили, что одна из них была заполнена только порохом, а другая была заполнена порохом и более чем дюжиной квадратных осколков железа. Они были предназначены для уничтожения врага. Сегодня большая часть находок все еще законсервирована, и только небольшая их часть экспонируется в музее. Любопытно, что не более 1% от найденных артефактов можно отнести к монголам. Остальные имеют китайское происхождение, тем самым подтверждая хорошо известный факт, что монголы выполняли в войсках вторжения командирские задачи. Основную же массу войск вторжения составляли союзные им народы. Друзья, всем спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok